Всем привет дорогие друзья! И сегодня в этом видео я для вас подготовил 3 новые интересные темы для вашего смартфона Xiaomi Чтобы вам одно и то же не приедалось я вам предлагаю изменить и установить тот интерфейс MIUI который вам понравится из этой темы Сразу же давайте приступать к делу Заходим в свои главные настройки Напоминаю, измените свой стандартный регион на Непал В Непале есть все темы Потом заходим в приложение темы Личный кабинет Проверка обновлений Проверьте есть ли обновление для этого системного приложения темы Если вы давно его не обновляли то там могут не быть определенные темы Поэтому проверяйте за обновлениями Заходим в темы И первая тема на обзоре будет вот такая вот Называется очень просто Роникс Применяем данные темы Все галочки установлены Сразу напомню, что у каждой темы есть те компоненты, которые могут вам понравиться больше всего Если они вам понравились, вы можете их отдельно установить Заходите в раздел компоненты Либо рабочий стол Либо значки Либо стиль блокировки Отдельно берите, устанавливайте И вы сформируете именно ту классную тему Которая будет нравиться лично вам Вот такой вот нас встречает рабочий стол на нашей новой теме Заметьте, что определенные ярлыки приложения у нас квадратные Квадратные Например, Telegram, Instagram, Play Market Есть круглые Настройки, YouTube, галерея и так далее Также изменился виджет времени Дня недели на английском языке Но, если честно, не так сильно комфортно Виджет Google поисковика Вы можете сами изменить и установить Именно тот цвет, который вам понравится Давайте покажу вам, как это можно сделать Нажимаем на иконку Google Настройки Заходим Виджет поиска Настроить виджет Вот тут третий кружок Четвертый кружок И меняйте уже цвет Можете выбрать цвет такой Который бы подходил к вашей теме Допустим, вот такой цвет пусть будет Вот, он уже изменился Заходим в главные настройки Они остались такими же Центр управления остался такой же Экран блокировки Сейчас я вам покажу Ничего примечательного Но здесь фишка в том, что Очень оригинально смотрится Процесс заряда Сейчас посмотрите Оп, ну, как вам Вот такой вид зарядки Согласитесь, что Довольно-таки круто смотрится Очень круто В этом фишка данной темы Именно в зарядке Вы можете отдельно взять этот компонент И установить на свой смартфон И, так сказать, пользоваться ежедневно Теперь давайте приступим к обзору второй темы Заходим в главные настройки Темы Личный кабинет Темы Называется она вот таким образом Фантастик 14 Галочки все установлены Применяем данную тему Сейчас она вмонтируется в наш смартфон Изменит интерфейс Встречает нас яркий рабочий стол Ярлыки всех приложений Довольно-таки крупненькие Расстояние друг от друга маленькое Шрифт стандартный Виджет времени Дня недели Тут фишка в том, что отображаются еще и праздники Допустим, вот День Святого Валентина То есть эти все праздники берутся из календаря И сюда вставляются В этом такая небольшая фишка данной темы Заходим в настройки Они у нас тоже изменились Особенно ярлыки всех пунктов настроек Блоки питания сохранились Вот такие вот небольшие присутствуют Центр управления плюс-минус без изменений Функция активно окрашивается вот в синий цвет Экономии заряда, допустим, в желтый цвет Такое дело Экран блокировки тут тоже интересен Тем, что более подробная информация О погоде на 5 дней вперед Уровень заряда батареи 44% Ну и тут внизу еще определенные показатели День недели Запорожье, там дождь от 0 до 2% В этом диапазоне температура скачет Все, ребят, давайте приступать теперь К обзору нашей последней темы Заходим в настройки Темы личный кабинет темы И последняя тема называется вот так iOS 15 Stable Применяем данную тему В этой теме больше всего мне понравились Ярлыки всех приложений Честно вам скажу, потому что Не весь перевод тут адекватный Далеко не весь Double Tap Понятно, чтобы эту настройку убрать Смотрите, ярлыки всех приложений Очень круто смотрятся Симпатично, стильно Как на айфонах Все, так знаете, аккуратно расположено Средний размер каждого ярлыка приложения Расстояние тоже среднее Вот смотрите Заходите в главные настройки И тут неадекватность присутствует Personal Hot Spot Короче, ну вы понимаете Перевод корявый В целом блоки настроек Изменились, понятное дело Поменялись ярлыки всех приложений Но перевод корявый И это недостаток этой темы Я вам не предлагаю ее устанавливать Я могу только лишь предложить Установить рабочий стол Под айфон И центр управления Кто любит Apple Допустим, нравится их стиль Их интерфейс Можете установить Центр управления в их стиле И главный рабочий стол Ярлыки всех приложений У вас будут такие Экран блокировки Тут тоже ни о чем Сразу же высвечивается Якобы он хочет Проситься на разблокировку Тема вот такая вот Особо крупных Больших фишек нету Зарядку допустим Давайте проверим сейчас Тоже Экран блокировки Здесь максимально неадекватный Вообще впервые вижу Такую тему С таким экраном Его нету Сразу высвечивается надпись Разблокировать Вот и все Как-то так Ребят, вот такая получилась Подборка тем Если она вам понравилась Поддержите видео лайком Оставляйте свои добрые комментарии Подписывайтесь на канал Всем желаю удачи, успехов И всем пока Ну и в конце видео Давайте я вам покажу Вы меня часто спрашиваете Какой темой ты пользуешься На постоянной основе Давайте я вам это покажу Кто досмотрел до этого момента Эта тема называется Вот 2in1v12 Я всегда ее ставлю Она мне больше всего нравится Единственное Я ставлю другую картинку На рабочий стол Как я это делаю Возвращаюсь обратно Вот личный кабинет Тут у вас Темы Обои Мелодии Шрифты Значки Стиль блокировки И так далее Обои Я нажимаю Выбираю Допустим Пусть вот такая будет Установить Установить На рабочий стол Нет Все Ребят Вот такой получился обзор Надеюсь Эти темы вам понравились Напишите в свои комментарии Какая тема понравилась Какая нет Всем желаю Ребят Удачи Успехов Всем пока Покажу Несколько настроек Которые смогут Ускорить Ваш мобильный интернет Вы удивитесь После этого Давайте начинать Заходим в главные настройки Потом Сим-карты Мобильные сети Ваш тариф Точка доступа АПН Вот эта стрелочка Попадаем в настройки Спускаемся Чуть-чуть ниже До пункта Тип аутентификации Ставьте Чап Это более надежный Протокол аутентификации Потом спускаемся Ниже До пункта Каналы Не указано Отключаем Включаем Все вот эти пункты Я их читать уже не буду Потому что Это займет много времени Выставляем все галочки До пункта Е-Ф-Д-О-Б Потом Окей Еще Сохранить Обязательно сохраняем В противном случае Ничего не сохранится Все ребят Ваш интернет ускоренный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok